перименовать стрим надо короче говоря что я и делаю 16 и 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 либо ты чешешь, либо как бы что-то изменили, потому что раньше забирала ямата юнитов блинк сталкеров при блинке стопудово забирала как мне кажется так Так. Паша не может банду найти. И что я сюда зашел тогда? Я даже хз. Ну подождем, должен начаться, по идее, немцы-то как бы они ответственные, наверное, ребята, хотя уверенности нет совсем у меня в этом, что они прям ответственные такие ребята. Ты против хэппи? Какого хэппи? Что хэппи, я в Старкрафт решил поиграть, что ли? Ты что-то меня тут чешешь. А, румынский хэппи. Румынских хэппи нам не надо. Короче, ребят. Румынский хэппи. Румынский хэппи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Короче, я вижу здесь не экспертов, а зашкваренных экспертов, которые даже, видимо, не знают элементарное устранение земной коры. Мне интересуют подробности, как связано это просто в разных регионах Земли. И да, землетрясения не слабо идут, а среднее и сильное сейчас очень часто. От 6 до 8 магнитуды очень-очень много просто сейчас происходит. Так, вылетает браток, минус реперок, в рифмачочек. Короче, забейся. Сам поищу что-нибудь. Эй, с ТФКЗ все в порядке? Музыка Привет за отбитс! Помните, ребят, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премию, отключайте отблоки, реквизиты в описании через плеер поддерживайте. Завтра начнётся года, первая группа. Сегодня будут они сформированы, потому что вся вот эта движуха с дисквалификациями и т.д. и т.д. Привела к тому, что нужно долго это всё подстраивать, выстраивать. Ну всё будет решено. Плюс ещё 2 гейта и блинг. 5 гейтов блинг. Почему иконки? Иконки это... Гребенфикация Еллик Продолжение следует... 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 Ну что, на кого Паша-то там дальше выходит? За Пашей, что ли, последим? Чего страшно сегодня не участвовать, не понимаю. Странно тоже очень. Так, оп, тут Гуру, кстати. Нет, там еще пока нет оппонента у Паша. Милка пробрил румынского хэппи. Хэппи румынский оказался поддельным, как и предполагалось. Кастом бьется, я вижу. Так, контролки рожу. Димага, Скьяну, где Димага? Так, у Димаги фрис-лот был. Так, вот. Ну вот как раз там тихий океан на твоей карте. Вот, и... Вот, и... Короче... Короче, ждем приближения. Короче, там где-то Соломоново или какие-то острова как раз 8 баллов недавно и трясло. Я вот не помню, сейчас найду. Так, вот 6,1 магнитуда в Тихом океане, час назад 12,47. А до этого, тут пару дней назад, я помню, что-то там в Казахстане 4,4, но вот ты должен знать, недавно было в Жамбулской области. А вот в Соломоновых островах, да. А, 6,0. Вся видео были об этом. Цунами, вот мне интересно, что цунами. Там должны быть по идее 8 баллов, как бы. Там такие места, блин, что навряд ли там камеры есть. Это вам не Япония. Папуа-Новая Гвинея, 6,3. А, вот 7,9. Папуа-Новая Гвинея, Новая Ирландия. А, что-то да, Тихий океан там. А, ну там 103 километра глубина, а не это слишком глубоко. Тихий океан там. Контрол отлетел на БУ-1, ажура. У этого смешного ничего нет, а ажур сейчас топчик. Он очень неплохо играет. Димага 23 минуты уже на ладре с кем-то бьется. С кем он там бьется-то столько? Не понимаю. А, армянский хэппи. Ну, чем-то похож флаг, кстати. Вот. Ну, Руб Майн еще побольше занимается подделками, как мне кажется. Все, Дима здесь. Дима здесь. Так, ну ждем Димагу, короче, вот. 7.5, ну там разную, что-то магнитуду все проставляли, а потом, видимо, уже подсчитали точнее. Ну, тоже не слабо. Что-то там Блай ожидает. Со Старбаком или с кем он там? ТКЛ. Где маги прыгаю я? Милка с маной. Браток ждет гуру и геймер Ричи. Сейчас. Что, Старбак здесь забыл? Непонятно. Да, он посмотреть хочет. Браток. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, он не в моих смайликах есть Все, понял теперь Наш Алинг с Нерчом будет биться Ну, желаю ему удачи Ему будет очень-очень непросто Димага с Кианом Киану, кстати, интересный такой тиран неплохой Вот Улучшение завершено Смерть на пороге Димага с Нерча Да, пересекают Димага с Нерча Димага с Нерча Пристройка завершена. ТМГ готов. Так. Рева ушел с концами. Куда Рева ушел с концами? Никуда Рева сегодня стримил, по-моему. Не сегодня, а вчера вроде как стримил. Никуда он не ушел. И не уйдет, я так думаю, никуда Рева. Да все, я про багажник уже понял. Где он, как бы, просто что-то не видно было. Дванпуха. Как с Реоном Тиранвиком закончилось? Дисквалифицирован Тиранвик. И Бёрнинг еще. Короче, решили они всех вокруг пальца хитро учнем вести. Так, ну тут у демаги планируется какая-то движуха. Линги есть на карте. Так, третья цеха, что-то в орбиталку не грейдится. КСМ-ки стоят, надо направлять здесь. Строится КСМ-ку. Уже отменять ей не надо, наверное. Нужно достроить орбиталку, заказать. Здесь еще КСМ-ка. Ёма, что за бред-то? Здесь орбиталку надо делать, мула сразу выкидывать, как бы, чтобы энергию заново копить начинал. Демаги третья хат, уже 40-42. Парабамба, лентнес, руч, ворон. Есть уже, руч, правда, не построил. Так, два эволюш... А, погодите, вот семь строится, о чем я говорю. Так, демага неплохо. Здесь крип плодит. Я бы сказал, очень-очень активно, смотрите. Здесь уже в центр 4 криптумора, 1 через камень. Здесь 3 криптумора вперед бы, надо бы послать. А, сегодня тоже стримил. Ну вот, вроде, не знаю, на гуфу СК не обратил я внимания. Вроде реву все-таки я не заметил. Вроде реву все-таки не заметил. Что-то дождь идет, что ли, не понимаю. Так, 90-88 лимита сейчас. Еще-то банша летает, шатает, по чуть-чуть королеву гоняет. Тут, кстати, прогнал Киану-королеву. 1-1 делают с грейдой. Здесь опять же, посмотрите, так, реактора на барак. Нужны плюс 2 депошечки пошли еще. Сразу рабочие здесь стояли. ФМ, кстати, помню, у Киану какой-то большой. 355, жесть, вообще он кликает. Старбак уходит ему на самому играть, судя по всему. Продолжение следует... Так, ну 133, 119 по лимиту, ребят. А вот и дробь, я, оказывается, пропускаю. Димаг кидает фаервол, немножечко не туда. Четвертую хату, между прочим, сбрил Димаги сейчас. Киану, Киану больше рабочих. Киану 2-2. Хотя одновременно вообще с разницей 2 секунды. Примерно заказали грейды. На четвертую восстанавливает Димаги быстрее, что он и делает. Криптумар и новая пиля. Здесь надо крипт дальше пилить. Ну, крипа очень много у Димаги уже. Так, атака на технику у Киану. 155, 158. Тут как бы четвертую надо Тирану занимать. Где вот все вроде лимит есть. Вроде Тиран все строит. Да, но пассивный, пассивный. То есть не идет вперед. Крипа в итоге оказывается, ну, очень много у Зерга распространено сейчас. И что тут поделаешь? Ничего тут не поделаешь вообще. Идут сканы, шатают тут криптумары, Тиран. Так, а в мотоде сетка нормальная сегодня вообще? Так, ну а ходят с бейлингов. Нет, в мотоде ненормальная сетка сейчас. А вот сейчас нормальная. Так, еще какие-то по центру движения идут. Пойдет ли вперед сейчас, я не понимаю, океану. Ну, четвертую цеху он занял, а это планетарка уже, что самое интересное. Да, с сеткой все нормально. Блайд там со Старбаком, кстати, бьется за ВЗ. Верхние сетки. Верхние сетки. Так, нерча забайлингбасит, а кто там нерча забайлингбасит-то вообще? База атакована. Какой-то болгарский зерк. Вот там нерчью термал намечалось, и термал супер, возможно, будет. Братка, пока оппонента нет, здесь демага, ребятки, уже ультры настроил много. Минки неплохие залпы делаю, демага покрошил всё, что смог покрошить здесь. Так, есть, есть тут... Хорошо, контроль, а таки оно идёт сейчас. Есть тут королев достаточно много, четвёртую, пятую точнее, цисочку демага уже прогонит. Здесь и добычи-то не было, поэтому тут особо ничего толку нету от того, что демага прогонит. Вот. Океан смещается к третьей, четвёртой добывается. Всё нормально пока Океану, только нужно больше... Тут либераторов строят, там туры, танки. Вторая на технику атак. Нужно на воздух начинать атаку делать, чтобы либераторы сильнее были. Вот, да. Теперь, мы уже сценили на университет. Так, не забыли. Не забыли. Есть! Не забыли. Дома нет... Так, я не забыли. А есть мой маленький температур. Так, ну здесь Киану, смотрите, как демагу прессуют жестко, ой-ой-ой, 175-180, Вообще Киану в мясо просто расковырял здесь все, это прям интересно, но здесь 8 ультралов, что, ультралески? Да, ультралески это уникальный скин, поэтому не показывается, нужно восстанавливать четвертую цеху сейчас Киану, идти вперед, шатать демагу уже, здесь королева с 80 энергией будет уничтожить, гайки, а цеха здесь летала, она тоже погибла, что ли, я не понимаю, похоже, что да, Идет вперед Киану, у него 2 Тора, танков очень много, не, ну здесь много вэйлингов, лингов, есть караптеры, 8 ультралов продакшн, здесь жестко, прям, смотрите, как это... Тиран прям говорит, здесь моя территория, хоть и крип твой тут разлит, но либератор так не считает, пошел на лом со стороны демаги, либератор первый падает, второй падает, ультралы шатают корок, ультралы шатают все вообще, и не хватает, Киану здесь на крипе демага сломил, здесь сопротивление, 190-190, 1000-4 ультралы, макро зарешало здесь, конечно, очень сильно, гггл, Киану Ну и с одной базы Болингбаст, там рабочие остаются, и две базы, конечно, нерч перевернет, он же не мертвец какой-нибудь Так, у Паши там оппонент есть или нет? Линок еще сегодня играет, смотрю, вот, дает Так, а у демаги кто дальше вообще будет? Сорт тоху демаги, я офигеть, завозай, серьезно, но я почему-то к Паше хочу ворваться, больше у него тут не зеркалка будет все-таки Нет, кстати, с Витермалом был в один стадию, еще будут играть, если друг на друга попадут Скошню очень хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! там победил ждем короче с этим между прочим участник так что посмотрим сейчас его мы на голову войска против паша браток к сможет ли паш с ним потягаться а а а ну что паша начинает тут еще поляки присутствуют а так ну что это был один паша против гуру поехали а а Улучшение завершено. Смерть на пороге. Сэм готов. Так, прошу прощения, всё. Не отвлекаюсь, извиняюсь, отвлекают там с ГГГ года немножечко. Летает Паша. Чё он там? Два юнита убил. Два линга убил, но, блин, чёртова королева достала до рипера. Вот если бы он ещё дрончика пошатал бы, было бы вообще бы замечательно, конечно. Но дрончика пошатать не получилось. Здесь будет дроп 16 мариков. Бил два линга прибегает. Аж чё-то не реагирует. Пока вот реагировал, КСМ-ку вёл. Мариками лингов прогнал. Нормально всё. Так, эволюшн тут у нас. Три-четыре тридцать с фолиомет. Стим делается. Здесь у нас арморчик пошёл. С одного эволюшн. Ну, это в стиле этот снуд. В недавнем прошлом так отыгрывал. Один эволюшн чуть позже второй добавлял. Под стимпак арморчик получается примерно делается. Ну, стим раньше значительно армора будет. Поэтому, я думаю, успеет Паша прилететь и начать размениваться до готовности. Армора этого стеночку выстраивая здесь. Камни пробил. Медивака два. Да, два медивака делают. Сколько мариков? Что-то как-то мариков мало. По билду должно больше быть здесь. Тринадцать ещё. Что за тринадцать мариков? Ну, криво заказывал получается, что ли? Вот этого точно надо ждать. Чего по четырнадцатью лететь. Вот он же вышел. Паша, садись. Паша пошёл овера подрезать. Овера нет. А, на ксилнагу пошёл. Ксилнаги будет вылезть. Здесь марики остаются дома некоторое количество. Надо загружаться, лететь. Ещё одного берёт и полетел. Куда? На мейн прямо? Да, прямо на мейн летит. Но надо вне вижена этой ксилнаги лететь. Кстати, вне вижена ксилнаги Паша летит. Да, прямо на грани, на грани. Но вне вижена и... Так, и сейчас два овера сразу у Гуру погибнет. И позицию для дропа, кстати, хорошую, браток, выбирает. Сейчас я вам скажу. Овер номер один падает. Овер номер два сейчас упадёт. Заплай блок у Гуру, кстати, ну, криво Паша тут законтролил. Можно было отступить, чуть раскатить этих лингов, как мне показалось. Ну, это мне так показалось, может быть. ХЗ, ХЗ. Надо сканить, выбивать крипткан. Пошёл криптумер и враток выбивает. Две штучки. Ну, больше, собственно, и нету здесь. Так, сейчас надо вылечиться. Конечно, здесь на ксилнаге вижен есть королева попёрла. Сейчас королеву можно принять будет просто на выставлении криптумеров здесь. Так, поймал Гуру, братка. Надо стимпакить. Вот это рефлекторный стимпак, а потом загрузка. Зачем? Надо было сразу грузиться. Зато со стимом марики быстрее бегают, быстрее грузятся. Гопчик третий на мейн. А если бы соединил, было бы, мне кажется, сильнее. Как любят, например, инновейшн делать, да и Бьян. Я смотрел, сейчас играют. Сначала первыми двумя шатайте дропами, потом приводите ещё один медивак к ним. Да, можно он сейчас и четвёртый привести, в принципе. Чё-чё-чё здесь мешает это сделать? Тут там три бейлинга у Гуру смешных. Которые ничего не могут поменять. Так, двойной дроп на мейн планируется и там двойной дроп. Так, здесь браток. Мультитаск-то такой неплохой. Паша демонстрирует. Вот дропчик на мейн пошёл. Так, скан стимпак. Линги забегают. Но одновременно хотелось бы, чтобы ещё Паша успевал и там бы заходить бы. Так, королев покупал несколько штучек. Загрузился, улетел. Тем, чем успел. Здесь лингами контроля. 195 на 109. Ну, вроде как браток шатает, но... Гуру пока прям очень успешно отбивается, я смотрю. Здесь муталиски готовы. Надо от мутки улететь сейчас. Дропнуться мутку, попытаться выбить. Одного хоть убьёт браток. Нет, ни одного не убивает муталиска. Ну, хоть по фокусе ты мутку не того фокусе. Блин, не красного, а нормального муталиска. Фокусе 88, 118. Нет. Тут шатание не должно идти для шатания. То есть, вроде как удачно разводил, но немножечко не хватает. Немножечко не хватает контроля всё-таки. И, как мне кажется, концепцию поменять лучше. То есть, не надо два направления шатать Паше было. Ему нужно было соединить дропы, как сейчас все тираны любят делать топовые. И одним таким выходом хорошим попытаться продавить. Здесь депорчику не успевает поднять. Значит, будет печально. Здесь на второй базе всё у Паши. И да, действительно печаль. Забегание жёсткое. Здесь ССФ не грейжное. Нету туретки при этом. Так, КСМ и Гуру шатай. Здесь Паша отобьётся. Но здесь что-то Лингена грызли. 40-65 по рабам. Рабок 14 потеряно. Основные потери как раз вот это забегание и были. Здесь вроде везде отбился. В основном медивак вместо шукмариков лечить. КСМ их щинит этих дырявок, ё-моё. Так, 90-141 лимит. Лимит печальный у Паши. Боевое 74-44. Тридцатка разница на этой стадии. Нет, это очень плохо, конечно. Нужно копиться и стараться подраться нормально. 150-100, нет, что-то Гуру перемакрил. Хайф пошёл. Ох! Ох! Продолжение следует... Так, неплохой залп минки. Паша пытается мейн тут избивать. Минки копаются. Ни одна не успела стрелять. Как это происходить-то получается? Как это происходит? Двойной дроп на мейну. Гуру реагирует. 115-182. Уже лимиты. Паша загружается. Улетать надо дропнуться сюда. Но сейчас мутка прилетит, здесь все разберет. Вот контр-дропы как-то здесь не заходят у братка, я смотрю. Так, по окопу здесь мутались. Попытался один медивак, улетает. Второе дедство. 107-169. Здесь выход идет. Ну вот это вот, когда ты проигрываешь, желание просто куда-то бежать, что-то шатать. Вот постоянное. На самом деле оно нафиг не нужно. Эдж не вол уже какой-то там. Здесь нужно просто собраться. И наоборот в лоббой принять нормально, Паша. Он как-то все ломится, как-то ломится, блин. Не может минка решить. Да реши ты, стрельни ты куда-нибудь. Стрельни куда-нибудь. Зерги повсюду, стрелять повсюду. Тор знает, как это делать из компании. 111-166. Здесь опять шатания летит. СГГ, Паша пишет. К сожалению, проигрыш. Гуру дальше идет. Ну что же, будем на ставшихся наших. Гуру дальше идет. Гуру дальше идет. Гуру дальше идет. Продолжение следует... 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 Пока реактор на бараке делается, нельзя юнитов строить, очевидно, да, как бы это... Вот... Полетал рипером, Каспа контролил немножечко... СССР вторая доделывается... Продолжение следует... Ютермал бес, который супер как беща... Ну, супер, во-первых, на евросервере играет скорее, во-вторых, и на... То есть, Ютермал супера может катать и на лане, как бы на стандартных серверах... А когда он катает... Когда он катает, соответственно, евросервер свой, а тот с Азии и евро, то очевидно, что... Это печально... Кас инновейшину тут рубил... И что ты Кас какой? Все правильно, надо пользоваться инновациями, тем более от инновационного пацана... Циклона и Гелиона строятся... Вторая цеха добывается... Два мула там... Активно таскают минерал, что-то с депохами Кас как-то втыкает, по-моему... Вот... Здесь четыре лимита, два Гелика и четыре лимита, два Циклона... Просто восемь лимита за Кас, между прочим, за раз... А он по одной депошке Кас строит и успешно четыре Гелиона еще отдал... Ну... А чё, зачем они нужны, да? А циклонов-то кто прикрывать будет, не понимаю я... Армари еще не наблюдается, что самое интересное... Газа накопилось много сейчас... Два Циклона... Два Гелика есть, сейчас еще четыре выйдут... Так, нужно бы Овера словить... Почему не словить, действительно Кас Овера... Непонятно... Ну, славил Овера, все правильно... Надо наказывать... Чтоб не наглели... Еще два Циклона, два Гелиона... Кстати, Газ, по-моему... Сколько Циклона? 200-100 сейчас стоит... Или 150-100 он стоит... Газ на два почти Циклона был... Армари доделывают... Сейчас Кас объезжает... Сейчас вокруг Овера, чтобы не подставиться... Вот этих надо выводить вперед... Тоже товарищи там... Вот, и всеми вперед идти... Конечно, Роуч Ворона нету до сих пор... Я не понимаю, как собирается сейчас... Малыш... Рейнер... Отбиваться от Каса... Агрессии просто... Кас причем заезжает... Хитро с интересного направления... Надо трансформироваться... Кас, трансформируйся... Вот, Кас трансформируется... Идет вперед... Циклоны, Кот, вперед полезли... Кот, Циклоны-то, вперед полезли... Так, заходит Кас... Рейнер идет... Только Циклонов не подставь... Касик... Подставляет Циклонов... Окруженные Лейнгами... Но они жирные... И колбата-то как кроют, да? 85-80... Семировывающий заказ... На прирост сюда Касу подводите... Я не понимаю, почему он стесняется с приростом-то... Так... Циклона и колбата здесь... Нормально все делают... Разваливают просто рачей в калишку... На хате проблема здесь... На хате проблема... Ну, действительно, так и есть, короче... Звучит жестко во всех... Можно в тысячи смыслах... Не в тысячи, но... В трех-четырех смыслах можно подумать... Это правда сейчас? На хате все жестко здесь... На хате проблема, точнее... Хата упадет сейчас... И проблема на этом не закончится... Потому что, посмотрите, здесь какой прирост стоит еще... Все, хату Кас зашатал... Толбаты брудлингов и лингов принимают еще... И, между прочим, два циклона живых до сих пор... Нужно бы отступить Касу, но он пока не отступает... 80-61... Похоже на ГГНчик здесь... Вообще третья факторочка... Четвертая факторочка... Две л... Лаба на ней, кстати, пошла... Выдвигается Кас дожимать, по-моему... Есть здесь роуч несколько штук... Лингов контратакой... Закрыты депошечки... Кас не ошибается... Так глупо... Трансформирует Эхолбатов Кас... Что творить-то Кас сейчас? Ну зачем так драться-то, блядь? Блин, вот реально в тысячу раз эффективнее бы подрался... Нахренам-то взял... Просто не трансформировал... Холбатов отдался как... Это ГГ было бы... Просто нет, блядь, получить... Плюс 40 хп на каждого юнита... Просто 130 там у Холбата или сколько... Кас дерется с длинностом... Ну зачем, конечно... Элементарный контроль-то врубать... Когда у тебя пять факторей уже работают... Все преимущество гигантское... Но меня просто... Возмущает такое... Вторая атака... У Каса, кстати, не сделал армор... Малыш... Рейнеры, это печаль для него... Как на Роучи? Кас! Да подъедь ты на Муви! Блин, что за клик-то в полу на Муви? Подъедь, сделай ты залп через тех Роучи, а! Просто ка такое смотрю... С-28-102... Опять Каса сюда... Опять он все сюда едет и едет... И ведь затрансформирует их Холбатонов уже... Вот они! Выведет и танки отсюда! Блин, тут столько всего! Ну Каса решил, что надо вот так вот именно сейчас давить... Одного сейчас... Циклона ему сразу в расход... Рейнер пускает... Ну так можно ведь и отдать преимущество... Он раскатит просто все здесь... Смотрите... Холбаты дерутся с Роучами... Циклоны дерутся с ничем... Четкий контроль от Рейнера просто... Кас здесь... Отдается нелепо... А можно было взять вот это, что здесь было... Плюс это... И даже танки не сижить... Просто на Аклике втопить... Короче... Так... Сенсор ТАР пошел... Вот... Узнаю старого доброго Каса из ВОЛО... Штамповка просто идет... Как я не знаю... На мясо все... Ну надо как-то побережнее к юнитам то своим... Третья атака там уже сделалась... Четвертая цеха... Так... Здесь циклон один... Ой... Гелик единственный... Один приехал и топит ножок... Сколько у Холбата? 135! Ёма! Я говорю... А я говорю просто... 130... 135 хп у... У... Холбата... Пора идти убивать... Там вайперы уже... Ой, вайперы... Это очень опасно... Вайперы, ребята... Решил на Касу прийти здесь танков больше, чем Роуч... Он решил здесь пару циклонов, походу, и Холбата... После того, как Кас здесь отдался... Не, братан... Как бы... Не того игрока здесь вообще... Увидел в Касе... У Каса на Хате порядок, короче говоря... Но нету Викингов... Это очень плохо... И... Касу нечем законтрить, ребятки... Воздух... Вот в чем проблема... Ну, третья атака... На технику... Это жесть... Просто не надо сейчас в Сиджи драться Касу... Просто на муви шатать... И... Идти... 184 лимита... Не вижу сейчас проблемы в том, чтобы пойти на Аклик и убить... Не вижу препятствий, точнее, я бы даже сказал... Наверное, Блай там уже начал играть, потому что... Ну, я думаю... Нитик с мана там давно уже доиграли, скорее всего... Пристримим... Хотя чуть не обратил внимание, что Блай мне что-то там отписывал... Вроде Блай ничего не отписывал... Так, пошел замес... Кас сиджится... Вайперы полетают... Ну, тут за первый залп погибнет столько, что вообще жесть просто... Танки сидживаются... Тут помимо танков хватило юнитов, чтобы разобрать... 130 на 108... 36 какая-то... Ну и, кстати, зеленка так больше... Долго больше не работает, как раньше... Шесть же секунд она сейчас работает... Четыре хеллбата на золото заехали здесь... Трансформировались... Гелика, точнее, в хеллбатов там разбирают... Кас сидится здесь в этот раз... Не в тем стекам танков, зная, что вайперы есть на карте... Ну, из ГГ, что-то говорит... Вообще, хлам просто Кас разваливает Рейнера сейчас... Так... Давно Хезеус спрашивал, как играть и жила в освоении... Тяжело, но... Так... Десять минут, Блай уже бьется... Сейчас я попытаюсь найти... Где же, где же... Наверное, поляки какие-нибудь стримят... Блай против... Мана нет, что-то не видно... Иди в баню я вам... Так... Эти все тут у меня были стримили... Так... В ординерча стримят с... Ютермалом, между прочим... nikgo Ребен Раз В ордина так Продолжение следует... 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 чуть не собираются пока начинать все отлично я здесь сейчас начнем все отлично все отлично все отлично все отлично все отлично какие-то у тебя провокационная никнейме про тестостерон знал я все отлично все отлично все отлично ну что сортов против кассы это кстати уже по 3 себе все отлично Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каз очень много тренется, насколько я сейчас понимаю, поэтому у него уровень такой... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Скончаются очень быстро танки в Сиджасе Сейчас еще группа танков Насканить, криптуморы выбивать Подводить вперед Здесь забегание лингов Контр забегания лингов идет Неприятные депошечки КАС вообще не закрывается Сейчас не успевает Он физически этого сделать На третьей базе с КСМками отбился Два линга выжили КАС вообще не контролит Он Так, просто одно забегание Четырех там лингов смешных Унизило вообще всю экономику Ну что за бред вообще Надо все на ФА2 Клики сюда вперед вести Сейчас КАСу Идет вперед СОРТОВ С разных сторон наламывается У КАСы недостаточно юнитов Для танковки СОРТОВ в хлам Здесь все сбривает Несмотря на две атаки КАСа не успел Прирост подвести Вот если все Это подошло Плюс четыре танка здесь Конечно же КАС наверное бы здесь Генерал бы он точно Лучше бы подрался Линок сгрыз Так, труда не слышно Убрал Линок сгрыз Ой, Линок ману сгрыз Два раза в одним билдом Но это говорит о том Что ману не готов К этому билду О чем же еще Это может говорить Так, цеха четвертого Вау 110 Не, ну тут теперь уже Навряд ли КАС сможет вытащить Я думаю эту игру Да, про звук я увидел Реклама дырявая Там пошла Просто Две атаки КАС сделал Больше ресурсов Не хватает Здесь уже вайперы Да, вайперов-то и КАС не смог А с вайперами теперь С таким провалом по лимиту Точно не сможет Викингов нету, короче Ну понятно Здесь, кстати, КАС без... Вот что мне не нравится КАС-то билд без Старкорта Отыгрывает Факторок много Да, продакшн у него крутой Действительно Ну, так, вытягиваются два танка Танк и Сич Вот Сорток вытягивает ГГ и пишет КАС-развитие 130 лимита Ждем вторую игру Как-то среднюю стадию КАС проморгал Так, пойдем в следующую игру Короче, ребят На ГГГО Определились группы Еще, правда, двух человек Придется добавить В сетку туда Вот И определились мы С системой проведения Решили Пойти на компромисс Я вообще хотел бы Пять группах сделать Чтобы вам больше матча посмотреть Но решили, что все-таки Это перебор И сделаем так мы, короче Все, в общем-то Первые два матча Вот Бо-3 Ну, то есть матчи Первый и второй Получается Верхней сетки Винерской Вот Матч Винеров Соответственно За первое место Бо-5 И Десайдер Бо-5 Вот так Бо-3 Бо-3 Одно Бо-5 Думаю, что будет Интересно Бо-5 Д Первое место Д akb Угу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 циклонов смысле его приехали бы эти 6 геликов циклона один чуть позже у него было 6 геликов 3 циклона и 4 подъезжал он был смогу продолжить курбы здесь чекает все касс везде вторая атака у касс пошла по воздуху нет ничего ну кстати вот стиль этот касса в чем прикол то старпорта нету то есть его стиль заключается в том что получить ударный лимит вообще гигантский на таких ранних стадиях у кассу удается это реализовать сейчас причем на этой карте учитывая что хата то в центре можно сейчас нормально разменяться только танки сиджить надо наконец-то касс и геликов циклонов пилить сейчас и сейчас по одному танчику ра перераскладывать просто один сюда ну или хотя в два вместе не знал пошел замес холбат трансформируется холбаты плюс циклона плюс сзади четыре танка в этот раз касс значительно эффективнее дерется холбаты уже гидру унижают по лимиту касс плюсе надо природу туда подводить срочно срочно отвести это все под танки сейчас один танк вперед шел там по-моему сейчас залетел фаербол на этот танк короче вот кстати вот это типичная проблема касса вот ты здесь позицию занял поставить сразу точку сбора сюда же прирост подошел касс где-то там сзади просто оставляет прирост от забеганий и в итоге не продавливает но от забеганий надо да прирост оставлять но гораздо проще 10 куть один бункер поставить четырьмя мариками начальными хотя их может быть и нет этих четырех мариков начально да будет проще продавливать просто тут уже вайперы поперли первый заказан сейчас бы закрепился на этой позиции касс я уверен что он бы смог бы давить центр это вот эта хата упала бы у сортов уже не сказать что как бы печаль бы началась но проблемы вы начались бы с этого черту цех указ или надо раз позицию занять здесь туре так просто не вот опять точку сбора смотрите подарки и кто в толку ладно хэлбак танк то вообще жесть так здесь три факторки добавляются вот 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 Так, 170 касса, касса решил, что пора в путь, пора в путь, кстати, здесь отсюда тоже позицию неплохого можно занять, вот, ну, сейчас сортокс палит выход касса здесь, касса отгоняет циклончиками, здесь, ну, сейчас пойдёт зелёнка просто, касса опять сиджится, всё в кучу, сколько вайперов вообще, а, 4 уже есть, ой-ой-ой, как больно сейчас будет касса, танки сиджатся, заходят он дальше, ну, этот раз лимит, конечно, гораздо более плотный, танчики притягиваются, ну, блин, притягивалка притягивалка, но зелёнки-то нету, идёт сорток вперёд, танчики притягиваются ещё раз, сверху танки дэмэдж выдают неплохой, нужно отступить кассу назад немножечко, ну, вот, у касса в итоге остаётся всё здесь без прикрытия, циклоны, хэлбаты подъезжают, касса ещё вперёд собирается идти, у касса даёт, да? прям касса хочет вперёд пойти сортоку развалить, ведь танки, несмотря на то, что притянутый дэмэдж выдаёт нормальный, хэлбаты с циклонами до гидры добираются, у касса отдался здесь, отвалился, и нечем контрить, вот, нечем это контрить, почему по билду вот работают вот эти фактори, нахрен три фактори ещё плюс, пять работают у тебя, закажи ещё там одну или две, блин, лучше одну, пусть шесть работают, старпорт с реактором, просто викингов настрой чуть-чуть, и вайперы уже так решать не будут, и туреток вокруг, то есть, во-первых, позиционно дома от обороны сыграть, может, во-вторых, викингами, вайперов и в атаке подгонять немножечко, но у касса как-то этого нету, синее пламя не делает он, то есть, вот эта ошибка тоже гигантская, тут я и думаю, что-то не так, ведь хэлбатам же тоже бонус по лёгким даётся, синее пламя, а это мастф на такой стадии, что называется, вот оно, кстати, делается, ну что тут сказать, надо собраться, собраться надо, как раз, ещё один выход идёт, я думаю, что бесперспективное давление, мясище просто, потери у касса уже больше, вот опять вайперы приходят, вот опять танчики здесь, вот пошёл, опасно, как-то пишут, вот так, как я вам скажу, движутся танки, танки, вперёд, вперёд этих циклонов, ну касс тоже что-то убивает, нужно отметить, как бы и немало на самом деле убивает, но суртов разменивается в плюс, как вы видите, и ему просто остаётся вайперами качать энергию постоянно и всё. А касс сливается, ресурсы не бесконечные, особенно в лотвине. Вот Грейтер Спайр пошёл. Ну касс дают так, слизь распространять, корейцы дают слизь распространять. А китайцев миллиард четыреста миллионов почти. Как тебе такой аргумент? Какая слизь-то? Слизь корейцы био, когда играют, не любят распространять, это очевидно. Мехам очень тяжело не дать распространить био, в том числе и корейцам. Просто более чёткие выходы тот же инновейшн делает по таймингу, там по всему. То есть он просто до вайперов приходил и убивал. Ну, это получалось у него. Касс что-то не очень получается. Так, здесь танки бессиджи. А чё не бессиджи? Так, здесь забегание на дальнюю идёт. Касс идёт вперёд. Здесь планетарка есть. Танки бессиджи. Сейчас будут притягиваться. Притягиваются танки. То есть здесь в КСМ-ах материал касс просто немерено. Здесь танки засиджил. В итоге армия на две части разделена. Сорт окна. Здесь изи холбаты за эти гелионов забегания отбиты оказалось. Ну, здесь вроде с цеху отбил свою дальнюю. Ну, ни одной туретки нет. Ну, даже элементарно. Вот честно. Вот, посмотрите. Здесь танки стоят. Здесь было бы три туретки по периметру. Вот так. Хотя бы три. Просто берём инженерку, которая вообще не используется на кассам. Как он в мех играет. И делаем грейд. Такой там прицельчик. Он даёт рейндж туреткам плюс один. Не семь, а восемь. И эти туретки будут вайперов отгонять. Хотя бы напрягать. Уже тяжелее будет оппоненту твоему. Здесь же просто отсутствуют танки. То есть, КСМ посмотрел, как инновейшн играет. Делает так же. Но инновейшн на гораздо более ранней стадии продавливает. То есть, если тебя не получилось на этой более ранней стадии продавить, надо же как-то перейти в плейд. Логично, что должна быть оборона от этих всех вайперов там и такой всякой темы. Так, груды попёрли. Сколько? Пять строится сейчас. Будет давить, но против грудов вообще ничего нет. Их просто нечем отбить. К сожалению. Войска Роя атакованы. Идет атака с грудами уже. Ну, тут просто ничего по воздуху, кроме циклонов. И стреляет. Какие циклоны-то? Они сейчас вообще, ну, овер-это втроем сбивают еле-еле. А вы хотите, чтобы циклоны грудов убивали? Конечно, это не нужно. Касса разбомбил просто с уртур. Причем вайперов там уже с перебором. Потери 23 на 31. Сейчас потери увеличатся очень сильно у Касса. Вот в конце на десяточку разница стала. Конечно, это не депло. К сожалению, вылетает последний игрок из СНГ. Но многие сегодня не участвовали. Сфрэнш не участвовал. Репчик не участвовал. Коу не участвовал. Репчика, правда, я давно не видел на таких стадиях. Типа полуфинала, голфойска. Коу видел. И других видел. Ютермал скином бьется линок. Так, не знаю, кто там, что там, где бьется. Будем куда-нибудь врываться. В общем, скинул отбой. Даша не хочет к нему идти. По этой бабушке к Маше. Я один уж схожу. Сходил кто-нибудь на Звездные войны? Но игрят неплохие, на самом деле. Сходил кто-нибудь на Звездные войны? Сейчас проверим, что там есть. Идет там что-нибудь где-нибудь вообще. Оп, КРР, ё-моё, сгуру. Когда у вас красивый номер, все... Оп, КИН, кстати, ведет, кажется, с... Посмотрите пока от Варди. Игру я сейчас отойду на секунду сюда. Приспиши во мне. Сейчас вернусь. Игру я сейчас отбой. КОНЕЦ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Докхум понял тебя Докхум понял тебя Какие-то там несостыковки Какие-то три истребителя крестом прилетели Планету гигантскую эту разбомбили Которую там из звезд Ё-моё высасывают там эту всю хрень Причем даже ладно там Звезду смерти эту бомбили там Джедай руководил там Люк Скайуокер А тут-то вообще без джедаев Ну короче не очень мне понравилось Сейчас перекушу вернусь ребята И буду пытаться в игру ворваться Здесь Ютермал Ага у Ютермал что-то плохо все Короче ждем Конца или что-то вообще ждем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, тут похоже минус Ютермал Сейчас сетку обновлю, продвинули там кого-нибудь Лина Гуру за ВЗ сверху А здесь Кин против Сортофа будет похоже Сейчас я вижу, что уже Уже сидит Кин здесь И значит он выиграл скорее всего Субтитры сделал DimaTorzok Уууу, нет, здесь ГГ Так, идет Ютермал вперед Успешно разваливается, короче Так, сейчас перемещу здесь Ждем киносортофа Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, я здесь Вардиха стану, короче Сейчас будем смотреть игру Сейчас руки помоем, перекусим Продолжу Иддин 1979 поддержал ваш канал На сумму 500 рублей И сообщает Спасибо за труд Спасибо, Хидден979 Большое Извините, столько Столько я Кушал, как Пришел сюда С утра Само, поэтому Нужно было перекусить А теперь Кин сортов У нас, интересно ТВЗ Кин что-то Как-то на Европе Даже всех шатает И я Не, я не сильно Этому удивлен Но То, что Ютермал Ему проиграл Я бы сказал бы, что Странно как-то Вот Ну, а за поддержку Всем громадное Спасибо Чего и говорить Тут Тут Идите Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два месяца маленькому колики со скольки месяцев, не помню, начинается. Скорее всего, на туалет не сходить. Четвертая хатка у Суртуф. На самом деле, знаете что, Суртуф европеец, конечно. Интересно его посмотреть как бы, да? Но! В другом полуфинале два зерга бьются. Или еще не два. А нет, уже да, Гуру уже КРРВ и Гололинок там. То есть, если Суртов побеждает Кин, то будет ЗВЗ. Ну, а если побеждает Кин, то, возможно, корейский финал будет у нас. Режим готов! Кому навешать? Режим готов! Я не подержусь в одиночку. Пристройка завершена. Ох, больно здесь минки жахнули. Ну, Кин по лимиту больше, на самом деле, сейчас. Ну, тут макро хат и Эволюшн 2. Правда, кукать не делаю. Здесь 2-2 заказа на грейды. Режим готов! Играет музыка. Развести с двух направлений идёт со стороны Кина, хотя здесь он овера подрезал, криптумор подрезал, отступил, решил не залезать дальше. Здесь четыре минки больше подходят. И это очень-очень неплохо. Так, здесь марики отгонят какие-то деревушка из депошек просто тут построилась. Так, идёт тортов вперёд. Колбатами к ним затанковал. Ну, сплит, так себе, но для Евросервера, по-моему, вполне себе неплохой. Кса подчёркивание, Кса поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, копеечка. Спасибо, Хохо. Вот вылечили тебя, рипперок, а ты, фраер, лезешь один на рожон. Сказал бы Кин сейчас. Или медивак. Но озвучиваю я. Ну, риппер сагрился случайно на лингов. У него скорость большая, в итоге погиб. Так, здесь много бэрингов пытаются с лаптов запилить, реально, и Кин встречает это всё дело. Минус линги. Так, здесь много бэрингов. Так, здесь много бэрингов. Ну, что, продолжает Кин давить тут по чуть-чуть. 177, 166, четвёртую цеху ставят при этом. Есть либераторы в сцене у сортов держатся, сортов у лимит не меньше. Бэринги здесь на крипе опасно лезть. Так, что, Кин тут прям всеми застимпачился. Нужно ли ему вот так вот наламываться? За мародёров уводят мариков. Мародёры затанковали. Здесь ещё одна минка есть. К минкам, то выйди, ё-моё, что ты творишь? Ой, минка жахнула, минка разобрала. Здесь либераторы плюс мародёры бьются. И либераторы, и мародёры погибли. Здесь сплетанулся марик. Ну, видно, тяжело, конечно, на Европе кинул за контроли здесь. А как тут может быть легко? Ну, чё-то марики с мародёрами разорвались. Было бы у него такой задержки не было, было бы по-другому всё. Согрузился, кинули эти. Вот 164, 146 по лимитам ещё. Уже в пользу сортов он. Ну, тут 3-3 грейды, тут ещё либераторы. Вот Гастов делает, с инвизом Гастов с личной маскировкой. А где же рейндж с либератором-то? В чём проблема поставить фьюжн-кур и запилить столь важный грейд? Особенно на такой стадии. Призрак явился. Становится жарко. Наши КСМ атакованы. База атакована. Высылайся подругу! Сейчас рванём! Брось в дороге! Так, 4 Гаста ещё Гастецких делается. Гастов уже реально много становится. Микс, конечно, такой очень тяжёлый. Лейтовый уже сейчас. Кина. Шатает Крипи. Здесь спорки, правда, есть везде. Линга Ультра тут бегает. Пятый цех у нас здесь, видимо, строить и смещаться от неё сюда, вот к этой базе. Сортов попытаться кинуть. Других вариантов здесь просто не вижу. Хорошо зашло. Хорошо зашло. Гаста в инвиз надо в такой ситуации успевать пильнуть. Он сам всё расстреляет. Не успел запилить там. Сортовый кин. Гаста в инвиз. Здесь спорки выбивает. Скан идёт. Видно инфесторов было сейчас. Ну, всё, ртов позакопался. На второй базе стилингов много, они рабов лучше быстро кусать начнут. Значит, нету турецких ухо. Так, здесь забегание в тыл пошло. Пошёл на лом со стороны Сортова. Вейлинг и Линк вперёд идёт. Караптеры пытаются ультралов забрать. Забрали уже всех ультралов караптеры. Ну, здесь, кстати, хорошо. Зато ультру гастами пошатал кин. Ну, вот я не понял. Инвиз запилил. Энергию потратил. Снайпер-шотов нет в итоге. Так, здесь Микос частично мимо, частично попал. Отступает небольшим количеством войск назад кин. 7 инфесторов ещё у Сортов. И Бруды пошли. А чем Брутов собирается кин встречаться? Я не понимаю. Вот сейчас Южен Кор добавил. Видимо, рейндж Либератором собирается делать. Раньше надо было делать. Но с рейнджом Либераторов есть один очень большой плюс. Какой? Когда у тебя есть рейндж Либератором, можно Брудов... Ой, как больно. 14 ксм, уже минус. А есть рейндж Либераторов, можно Брудов контрить гастами. То есть как? На максимальный рейндж раскладываешься, сканишь туда, чтобы инфесторы не подходили, Либератор их пью-пью. И под Либераторами стоя снайперишь просто Брудовка. А нету рейнджа, это тяжело ей гораздо делать. Но проще и лучше, конечно, ещё с этими всеми действиями, чтобы Викинги были. Которых сейчас пока чуть не наблюдается у Кина совсем. Так, загружает скин, летит на второй базу. Кораптеров отвлекает. В это время пытается разводить. Здесь Бруды уже вовсю штампуются. Кан видит Брудвордов. Вот три первых Викинга и плюс один на воздух. Нужно ли здесь позицию держать, учитывая, что Викингов ноль на данный момент? Не знаю. Рейндж Либератором в итоге так и не делает. Кинг здесь полетал, полетал дробчик. Был уничтожен. Так, сортов начинает с Брудами шатать. Кинг, что, у Кина тут прирост в райты. В райты, я уже с первого Старкрафта сегодня первый Старкрафт стримил играть. Кому интересно, записи выложены. Старк сегодня играл. В райтов тут вспомнил даже. Бруды выдавливают понемножку. Так, Микос по Гастам зашел хорошо. Че, Микос есть? Да, здесь... А не, энергии мало, кстати. Нужно уводить Либераторов. Кинг, блин, не уводит. Здесь пошло забегание. Тут что-то линго-беллингов очень много. Забегание бесполезно. В итоге здесь ничего не успел забрать даже. На центре Планетарка. Но что-то сортов очень много. Не справляется. Сервер, короче, не азиатский. Здесь что тут говорить. Тяжело Кину, конечно, расконтролить. Вот в чем проблема. Бруды давят в Планетарку. Летают викинги. Цеха падает. Похоже на... Тоже, что тортов убедит в этой игре. Да, 1-0 сортов, ребят. Ну, это еще не проигрыш. Для Кина, конечно же. Ну, не очень ситуация, мягко говоря. Скин проиграет. Завазенчик будем в финале смотреть. Завазенчик есть плюс, что быстрее он может кончить, чем любой другой матчап, конечно, теоретически. Но может быть и нет. Ну, не каратор, а ультралу забрали. Конечно, гасты забрали с либераторами. Бывает, и говоришь все иногда. Кастом. С димагой что-то ожидают. До встречи. Продолжение следует... 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 Плюс я в кино хочу сгоняться на Звёздные войны сегодня. Ну что, по дропуус тут полетал немножко кин. Третью атаку незамедлительно заказ. 3-3. Ох, моментально пошли. 3-3 грейды. Здесь нету хайва даже и не планируется. Здесь ещё в мут пустили от Сортока. Не знаю, на руку ли это кинул или нет. Вопрос хороший, но... Пока для меня эта ситуация вот в этой игре, игровая, я имею в виду, ситуация выглядит получше, чем предыдущий, где проиграл Кин. То есть тут у него будет явный перевес по грейдам в какой-то момент, пока сам увлайтащит. Мутка на мейн врывается. Ух, а на мейне-то ничего нету. Стимпач самарики бегом. На стимпаке бегут. 3.15 плюс 1.57. Скорость нормальная такая. На стимпе-то. 4.72. 500 раз его засчитал. Он опять запарился, начал считать сейчас. Так, залпы минок идут Сорток. Сминая здесь армию кина в центре. Так, здесь несколько муталисков отдаётся. Медиваки, возвращай назад. Что Сорт Кинг делает, я так и не понимаю. Сорток всё заметил, как в марике сидят. Китреец, что тут сказать. Правильно делает. Конечно, надо на счёт таких моментов быть очень-очень внимательным. Муталисков всё больше. Больше цеха на 4-й строится будет сейчас уничтожена, отменена. Здесь дробчик на 3-й базе на 9-ти часах. У Сортока кинков укусил дронов несколько штучек. В это время на центре мародёры разбирают королев очень слабо. 3 королевы в минуту, почти полной энергии. Криптумора ещё кин выбивает. Надо ступить. Здесь нужно отбить муталисков, которые цеху сейчас сшатают. Отбивает, но ни одного не забрал, правда. Ну а чё поделать, ни одного не забрал. Зато цеха выживет. Так, здесь Сорток пару муток забрал. Забегание беллингами откуда? А вот отсюда прямо, видимо, вот так вот или вот так вот. Нет, ну если так заходили, здесь начали стрелять, видимо, вот так обошли. На мариков попало. Попали муталиски марики 2-2. Объяснили, что аккуратнее надо летать так. Так, здесь маленький прыгать. Всё, 3-3 против мутки нулёвая. Это вообще жесть, конечно. А не, одна атака есть у мутки. Убежали марики. Пролетает здесь мутка. Через 4 минки. Видел сортов. Конечно же не сагрился. Но здесь есть чем встретить муталисков. Хорошо встретил. 2 минус сразу же кину. 172-187. Есть очередной дропчик минус дропчик. Так. Давай, удиви меня. Турик будет мне 6 тысяч. Но он изгубленный фильм только за что фанатов, что он сидит. Лажа, а не фильм. Экшен только в конце. Это вам, если экшен нужен, господин, вам на... Какой-нибудь... Ой-ой, как разрывает! Тут сортов, а я извиняюсь, он куда-то поломился. Но при этом всё, муки на меньше лимитов. С сортов да заказался. А хватит им полез-то? Там бэйлингов миллион ещё осталось. Он куда-то лезет вперёд. Это вам, товарищ, нужно на... Типа, я не знаю. Этот. Не успеть-то с виндиделем про машинки-то. На подобную шнягу какую-нибудь. Идти. 89, 121. Чё-то вроде Кин держится, но сортов его, в общем-то, за счёт экономики тащит. Нужно ли Кину сейчас лезть? Ответ очевиден. Нет, медиваков нет. Ни хрена нету у него вообще. Муталиски полгода летали, полыгры, блин. И так туреток и не по... Оп, сейчас минка жахнула. 30! 30 было, не знаю. В этот раз она 30 или другой какой-то забрала. Короче, зал был серьёзный. Здесь две туретки. Так, полетает. Ну, куда? Ну, Крич. Четыре муталисками. Цеху решил раскатить. Опять. Ну, Кин тоже. Куда ты прёшь? Ну, два медиваков. Всё, жёлтейшие. Какой-то лезет, блин. И лезет. Евросервис же. У самого Пинкс, сделай ты 200 лимитов. Там хоть оклик втопить можно правильно юнитов расставить. А когда тебя меньше, так и оклик-то не втопить. Ничего вообще не... Так, минки неслабо жахнули. Вот, опять же, Кина меньше по лимиту. Кин пытается сплетануться здесь. Марики сразу в сторону заходят. Кстати, давят это неплохо. И лимита даже больше стало, насколько я посмотрю сейчас. Чё-то он у всех слагал, вот я не понял резко. Время действовать. Сейчас рвать. Прям лагает. Ну, это я не знаю почему. Надо разобраться. Прям может лагать. Не, ну как бы навряд ли. Просто сейчас 5к битрейт стоит. А для 5к битрейта уже 10 мегабит нужно стабильно. Если у кого интернет как бы... Вы не уверены, что десятка стабильная, то тогда поэтому. Если же у вас точно больше как бы стабильный нормальный интернет. Может быть 50 мегабит, а иногда меньше 10 там проседать, допустим. Если народу много ли по каким-то другим причинам. Вот. То тогда, конечно, это сервер премиумный виноват. Так, 138, 168, 97, 105. Не, ну у Кина держится лимит боевой. Это самое главное. Почему? Вот грейды 3-3 на 2-2. А Сорт Уфа это самый важный момент здесь. Так, марики подставляются. Минки жаховывают или не жаховывают. Не понимаю. Вроде часть минок жахнула, часть не жахнула. Сплит идёт. Вот если б здесь сплит был лучше, Кин бы победил. Но сплита не было лучше, чтобы всё-таки Евросервали вот так вот. Нет, жалоб много на лаги. Поэтому, судя по всему, здесь всё-таки не ваш интернет виноват. Я в конфу зашёл и вижу. Так, ох, от себя забыл добавить. Спасибо всем за поддержку ещё раз. Ну, индизеля не игры, что фантастика, да. Ридик. Ридики прикольные. Вот этот, где там эти Некромонгеры. Такой ничего фильм. Вот. Я-то про вот эти машинки говорю. Просто в некоторых фильмах нужно идти не за экшеном, как бы туда идти-то только лишь. только лишь за экшеном, точнее. Если ты идёшь не на, допустим, Звёздные войны нужно идти. Да и экшен у всех по-разному понимается, я так думаю. Но, точнее, я даже в этом уверен. Это очевидный момент. Короче, ребят. Так, Гуру всё ещё в игре. Гуру там с линоком бьётся. Так. 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 Продолжение следует... 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 Стархирова нет возможности попасть в игру. Продолжение следует... 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 Кажется, кто-то пришел со мной пообщаться. Кто это пришел? Это Чарлик пришел, братья мой. Да? А что ты пришел? Оп, бейте все здесь. С мамой погуляемся. Так, пробиваются камни линоком. Золото ставит линок. Суртов подстроил раучи и начинает массить лингов. Но поймите, в чем дело. Это реводеры линги, видимо, со стран сортов какой-то врыв он планирует. Но здесь уже 1-1 у линока с одного эволюшена. То есть, во-первых, линги малоэффективно грызут раучи. Во-вторых, раучи и убивают лингов с двух ударов. Королева Овера сейчас собьется еще при этом все. Ну, минус королева будет, правда. Суртов накидывается, принимает ее королеву эту. И не догрызть, ема, 3 хп осталось. А это все армор. Это все армор, ребята. А это все армор. Ой, как больно собакам. Пошел на лом. Ну, сортов тут по аэрболами достаточно метко покидал. Но слишком грейды плюс 1 там решают у линока. 1-0 длинных, ребята. Ждем второй игры. Не понимаю, играет в Страништанд? Или нет? Или вообще он ушел куда-то? А, Страништанд вообще отказался. Кул прошел дальше. Счаби будет биться, все ясно. Вердут со скиллсом. За право сыграть в лайм бьются. Правда, я вообще не знаю, что там кто стримит в данный момент и стримит ли. Велму там стримит что-то. А, Велму да милав стримит фейер драгон. Но фейер драгон, он на индусы чем-то похож на своего этого стримит. А, Велму да милав 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 стримит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему он это делает? Шлинга Беллингов контролить скорее, видимо, тяжело В Роуче Реважеров уже попроще играть Так настолько попроще, походу, что он даже сортову зашатывает Субтитры сделал DimaTorzok Так, новая там королева создана Где она, новая королева? Я даже ХЗ Кто Топа или у кого-то, за кого ФП стояло? Все, 2 ГАЗа, значит, вот здесь стенку надо делать Просто Роуч Ворон 2 Эволюшн стандартно, как в предыдущей игре Пока что-то не спешит делать стенку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, в этот раз сортов сам Роуч решил сыграть Ну, у него третья хата, раньше здесь плюс один заказано У сортов Эволюшн достраивается тоже Тоже плюс один почти одновременно заказали Кстати, грейд эти сортов со своим оппонентом Вот, как же я рад, еще хочу сказать, ребят, что EM закончился, меня утомило эти подъемы в 4-8 утра Конечно, просто сбил весь режим себе нахрен Субтитры сделал DimaTorzok Так, сбил тут Лина Хоэра с ортов И золото ставят, что самое интересное Ну, построят Роучи То есть Роучи в Роучи и будет война Не знаю, если кто-то кого-то перемасит Кто-то как-то удачно нападет То может кончить все на Роучи Но, обычно это все переходит в стадию Роучи Реваджера Фаербулла Там, грейды Там, может быть, люра Может быть, мутки добавления Там, Фред ФСБ Десант Да не, я уже давно даже Этпоинился, нет, тираном сыграл там разочек Один раз Пробса развал Ну, там, по приколу Там, мертвые ММР Мастер Лига Сир-3 или Тир-2 Вот Потом ботокрузерами Быстрыми Пробса пытался Побрить, но Ничью только получилось Улететь зданием Ну, вот Начинается Роучи Роучи Война сортов подлавливает Линека Здесь неплохо Позиция у сортова Была сейчас Значительно лучше И, кстати Ну, надерется лучше Надо Королеву только фокус Блин, вот что за Сразу Королеву фокусить Там энергии вообще Много у нее Такой цен на юнит Ну, вот 54-43 Парабам Пользу сортова Ну, давайте Добычу посмотрим Добыча-то Только на 200-300 Больше Потому что у Линека Золото есть Сейчас он туда еще Робов может Да переведет Так и еще лучше Добыча Станет сортов Прибавлять 20 рабочих Уже в плюсе Сейчас у него Серьезно Больше станет Добыча Даже Если золото Линековское Учитывать Но У Линека Плюс 2 Раньше Намного Заказано То есть Практически Сразу Заказал Вот он Тайминг Может словить С 2-0 Против 1-0 Это Может Перевернуть Тем более Робов меньше Зато Боевой Больше На 20-ку Нинкам Давайте Глянем Это уже Терьезно 2-600 На Двушку Примерно 600 Кто Какой-то Лезть Пытается Сегон Лезть Так Файрбул Отсов Ну Постоянно Заставляет Линека Позицию Менять Для этого Файрбулы Нужны Нужно ли Лезть Вот туда Прямо На Крипта Уууу Линека Плюс 2 Доделает Ребят Как раз То О чем Я и говорил Поймал Он Этот Тайминг А Сам Еще и оверсиром плюс два залил сортову как вы видите я вам показываю вот она только сейчас от это зашквар этот спал с эволюшина оверсировский грейд стал делаться дальше через фаербулы проходит длина вперед прирост идет 140 124 или ну кореец говорить под фаербулу уходит 2 реводжера минус 3 минус еще 1 минус 2 0 иди просто как-то просто как-то изи тиранами гмл не раньше бы взял бы сейчас так как в уровне нет просто взять гмл тираны а было дело доверили перевозку торта положил торт на сиене ядом ака уснул проснулся торт пора в конце автобуса вверх ногами отсюда вывод нельзя тебе ничего доверять спасибо фсб десант что смотрел я им все выложено в группе вконтакте кто не смотрел воды а и 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 так алексей гомаунов ты абсолютно прав но прекращайте обсуждать это все дело потому сейчас начнется короче либо в личке обсуждайте вот и абсолютно прав еще расскажу еще мы все расходный материал для этих говноедов ну да ладно давайте короче смотреть игру сортов решил сыграть что 17 хату пул третью до готовности пула хатку и газ потом вот так что линок хочет 100 евро походу забрать очень сильно и сказать их бич бичей прокатил на их сервере easy но не для сегодня финал не крутой был джоннис так так финал сегодня мертвый конечно был 40 даже я не думал что я думаю хоть чуть-чуть остаться побрякается там по сопротивляется вот а по итогу оказалось что вообще в калитку к сожалению так вердос там что-то пищи с глаем будет играть что ли выиграл успешно создана а а а а а а а что также сортов здесь почти пробил охлаждающую башню на один выстрел там на два королеве в Вот. 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 Так, ну тут что-то у сортов всё лучшее я смотрю прям по лимиту. Плюс один мув делается. Ринок пытается Парабам нагнать. Суртову больше. Ну Суртов понял. Нахрен тут какие-то лингов вообще строить. Реводжеров. Этот играет в деревянных ровучей реводжеров. Просто с этим скрэйдом. А кликает, потому что пинг. Почему бы так не сыграть самому? Что Суртов не может юнитов построить? У него макро нет. Конечно есть. Вот он и решил так сделать. Перси активировал премиум на ваш канал. Спасибо Перси. Что по планам дальше? Ну он может вердосу с Блайм игру постремлю. Да потом закругляться буду. Думаю поставить на ночь. Запись или нет. Завтра всем на работу. Думаю может не запариваться. Запись не ставить. ХЗ короче посмотрим. Суртов-то больше. На 10 боевого сейчас. Бегает туда-сюда. У Линокса уже подземный мув. По-моему появляется. Не важно больше либо меньше. Кореец идет. Просто катит и нагинает сортов. И сейчас на ровном месте. К1 роучный четвертый остался здесь. У Версира Линокса сортов прогоняет. Линок делает Гидроден сейчас. Хочет окликать эффективнее. Чтоб еще Гидра ДПС было хорошо. Видимо я не знаю. Как это объяснить иначе. Доделывается вторая атака. Гидроден готов между зданиями. Есть расстояние определенное. А не, смотрите-ка. Люркеру. Толь же прощай. Я собрался люркеров Линокс делать. Ну. Посмотрим. Посмотрим. Четвертый она трех раньше, чем у сортова. Сортов вообще не четвертый. Будет сортов выход-то там делать? Так. Пробревает Оверсира. Попут. Линок вперед. Сортов это сейчас заметит. Сортов не видит, как Линок вперед ползет. И за это он поплатится. Потому что Линок уже на вторую там просто врыв дикий сделал. И на мейн сейчас будет врыв. И везде сейчас будет врыв просто. Несколько Гидра Линокс забирает. Королеву уже забрал. Там под флетку ворвется. Не, ну здесь сортов везде отобьется. Но рабов как бы 12 уже у сортова упало. Понимаете? Там 62-69. И уже люра сейчас попрет у Линока. Пяти Гидры не доказал сейчас сколько-нибудь. 8 до Гидра Лисков есть. Сейчас через 5 секунд будет заказано 8 дюркеров просто. И здесь на разводочку ровущи выдвигаются вперед. Да, 8 дюркеров, то владимир ровущи просто. Но тут сортов везде отобьется, поэтому на Далину поаккуратнее быть. Что мне нравится? Вот корейц, смотрите. Сделал вторую атаку, заказал сразу. Я уверен, после атаки продакшен вот этот поставил до готовности еще атаки. Армор, все. Теперь у него 2-1 будет. У Солфтова будет борода. У Солфтова будет борода. Пытается по Солфтовам позицию занять. Солфтов наламывается на люру. Это была не очень хорошая идея со стороны Солфтов. Смотрите, что люра творит чудеса. Еще один люркер до сих пор живой. Как это все просто выглядит у Линока просто. Смотрите, пришел и забрил в хлам просто. Почему так? Я даже удивляюсь. Так, там роучи забежали в Солфтову с Клиноку. Но Линок зато здесь 4-й. Солфтову сейчас сбреет просто в секунду и все. Сбревает в секунду. Люра залпает по Роучу. Неплохо. Клинок все еще больше. Грейды лучше. То есть у него есть армор, у Сорт Офа нет. Можно было бы люркера перевести сейчас на самом деле. Дальше. Еще одна Роуча Линок забирает. По легене Роучу просто. С 33-с 76 надо идти. С 33-с 76. С 39-с 76, прошу прощения. По-боевому 40 плюс там 86. С 23, ну примерно 40. С 37. Солфтов заказывает гидру. Это гидра, это не люра, я так понимаю. Так, здесь гидралиски есть. Еще 4 люркера, да. Делал сейчас Солфов. Что-то Линок здесь стыкает, по-моему, сейчас. Почему он встал, не понимаю. Надо идти вперед, люркеров надо брать. Так, здесь один люр был. Его сейчас могут убить, он пытается уйти, но... Да и ушел, кстати, люркеры быстро достаточно ходят. 200-150, так, здесь Роуч, 9 часов шатает. С Солфов самого люра появляется. Не знаю, может Линок, как я скажу, умудрится слиться на люре Солфова, но мне почему-то... Я почему-то сомневаюсь. Тоже, кстати, мух, рейндж-гидреда делал. Линок, гидралиск, пульс, 2-2 сейчас будет, Солфов две атаки сделал. И да, и так сойдет. Тармор не нужен больше, думаю, Солфов решил. Так, люра копается у Линока, Солфов, люра сверху. Понял, Линок, что здесь... Ну, это направление опасное, как бы не будет он давить в лоб. А вот, пожалуйста, закопочек идеальный. Здесь Роучи дэмэдженные бегать будут, а здесь зелененькие все, к примеру. Пробивает Линоками, видит, тут Маслюра спускается вниз. Ну, здесь сортов ждет, везде как бы Линока. Уже 200 сортов от масел. Ну, Линок, посмотрите, четвертая занятая, раскачиваясь. Л-2914 поддержал ваш камел на сумму 100 рублей и сообщает соточку на плюс мораль. Спасибо за стримы и помочь. Спасибо тебе. Л-2914. Здесь опять Роучи в заползании пошли. Здесь есть люркеры, это вообще не есть. Там пару люркеров. Здесь забеганят вплетки, отобьют с люркером, с гидролисом. Там все нормально здесь будет. А здесь люра копают у сортов. Там всего один... А, нет, два люркера, почему они кривовато? Там на хг расположено вообще. Можно попытаться и убить бы было бы. Спасибо всем за поддержку. Так. Роучи идут через 12, несколько штучек у Линока. Здесь люрадо люры не достает. Здесь много у сортов, у них не получится зайти туда. Брэйта спатчел. Сортов в атаку идет. Смотрите-ка. Сортов ловил момент, как вперед пойти. Линок наламывается на люркеров. А гребает здесь робочами просто. Нужно завести вот так вот, да, под четвертую просто люрк. Детвертая будет уничтожена база спокойно. Здесь возвращается домой Линок. Ну, он сейчас провтыкал забегание, но самое интересное, ресурсов-то больше до сих пор. Здесь Грейтер Спайер будет уничтожен, скорее всего. Что Линоку будет очень-очень неприятно, потому что... Кстати, здесь нету версии, что самое интересное. То есть на подземном муе можно зайти сейчас на фг спокойно. Что Линок сейчас и делает. Ну, что-то гидры у Сортова многовато, конечно. Вот, обьется здесь Линок. Издевается. Брейды решают, второй армор решает. То есть это как три атаки на две примерно. То есть армор не нивелирует там. Дэм, причем у гидралов... А, у гидралов-то по единичке даже, да, он же не по двойке. Это от ручей нивелирует. А по гидралам вообще эффективно очень. Здесь у Сортов Линоку все-таки сбривают. Ну, 117, 131. Лимита больше. Пять караптеров здесь заказано. И Грейта Спайр-то есть. Единственное, что Крип бы сюда подналить бы не мешало бы. А то Шпиль-то с Инфестейшном. Ценнейшие два здания начинают гибнуть. Четыре Бродлорда. У Линока сейчас пятый будет заказано. Я думаю, что он здесь должен обязательно сбривать просто. Так, Рот-Гридстрим на Тайл идет. Ну, посмотрим, что там идет. Так, 160, 131. Груды вперед летят. Там Сортов тоже хай пытается сделать. Грудов пытается сделать здесь. Надо идти вперед, реализовывать Бродлордов просто. Ну, нет смысла стоять здесь Линоку. Пошел замес. Фаер-болы. Просто лететь вперед Бродами. Пять штук это много на это стоять. А, еще и четыре делаются. Ё-моё, девять Бродлордов сейчас будет у Линока. Девять Бродлордов. С ними вообще Сортов ничего не сделать будет. Сейчас они как раз выйдут. Сортов заходит. И в ловушку он сейчас... Ой, зашел в ловушку, дружок-то. Вот это фейл. То есть он идет на мейн. Да, здесь пару зданий есть. Но толку от того, что мейн здесь выбится, ну... Сортов нет никакого. Бродлорды бомбят Гидру. Парой фаерболов, кстати, пару бродов забрался Сортов. На долинах уворачивался нормально. ГГ пишет Сортов. Понял, что в ловушку попал. Там забегание к нему пошло. Обычными юнитами, вспомнимаю. Короче, сейчас я беру задержку, вернусь к вам.